Всем привет! Сегодня поговорим о Debian.5 с рабочим столом CENAMON и поговорим об установке таких программ, как ConkyManager, SystemBug и переустановим LibreOffice на более новую версию. Ну и также поговорим о заковыках Debian при настройке сети. Тут тоже у многих бывают проблемы, никто этого не избежал. Итак, у меня файлики вишенка, которые находятся вот здесь, на кладовочке, на меге, команды видео. Его всегда можно скачать, самую последнюю версию. А почему? Потому что под любым моим видеороликом имеется ссылочка на мой сайт. Вот попали на команды видео. Правой кнопкой «Скачать». Обычная загрузка. Ну вот, видна линейка, как говорится, с прогрессом. Файлик небольшой. Там 17,5 мегабайт. Качается быстро. Вот он уже, как говорится, и скачался. Вот таким вот образом. Для этого у вас должна быть установлена программа Cherry3. Ее можно поставить или через синаптик, или скачать Debian файлик по сети без проблем. Так вот, когда вы запускаете этот файлик команды видео, вот здесь вот имеется установка программ. И вот в установке программы имеется, значит, установка Konki Manager. Вот сейчас Konki Manager мы и попробуем поставить, потому что в синаптике он не наблюдается, к сожалению. Первый раз попробуем, скажем так, безо всего. Вот так вот я просто возьму. Все это дело сюда перенесу. И попробуем нажать Enter. Он просит пароль. Ну, пароль дадим. И вот пишет, что пароль ему по каким-то причинам не понравился. Ну, это уже Debian'овские штучки. Давайте сделаем вот таким вот образом. Напишем SuperUser, SuperPользователь. Пароль заведем. И вот после всего этого попробуем вот так вот сделать, перенести сюда наши команды. Ну, тут вроде бы все пошло. Идем дальше. Копируем вторую часть. Вот это вторая часть. Нажмем здесь Enter. Тут спрашивает, да или нет. Отвечаем, да. Пушка себе там качается. Ну, вроде бы как скачал. А попробуем, посмотрим, где он тут находится, дружочек. Зайдем в меню. Вот Кунки Менеджер. Я пока его прикреплю на планке. Ну, и запущу там по типу Готэма. Почему? Потому что, если первый раз его не запустить, то вот в этой папочке, вот я сейчас нажму вид, показывать скрупные файлы, то вот эта папочка Кунки, она просто не появляется. А первый раз запустив Кунки Менеджер, она тут появляется. А наша задача, вот в нее, значит, поставить, скажем, файлики, которые нравятся мне. Значит, файлики Кунки у меня находятся и на Меги, и на Кроки, без разницы. Ну, давайте на Крок пойдем. Это моя кладовочка. Тут у меня собрано довольно-таки приличное количество там различной информации и программ, и по Линуксу, немножко по Винде. Так, давайте посмотрим, где у нас тут Кунки. Вот. Кунки системный монитор. Я скачаю, значит, ну, ну, два файлика. Один скачаю и другой. Ну, могу и третий. Вот. Три файлика скачаны. Они абсолютно крошечные. И теперь, значит, мне нужно из раздела загрузок вот отсюда вот просто-напросто взять их вот таким образом и перенести сюда. Вот практически и все. Теперь запускаем Кунки менеджер. Отключаем Готэм. И включаем Кунки. Ну, поскольку у меня экран большой, я включаю длинные иконочки. Вот у меня длинные иконочки появились. Идем в Настройки. Вот сюда. В LAN. Ну, и нам нужно заставить или подключить сеть к коночкам, чтобы они отображали. Для этого опять-таки в мониторе опять-таки я набираю супер пользователь, набираю единичку. Ну, и наберу их конфиг. Вот я получаю вот такую информацию. Копирую вот это вот все без двоеточия. иду сюда и вставляю. Нажимаю Применить. Ну, видите, уже видно, что циферки побежали. и еще я обычно бегу в Настройки Settings и вот включаю, чтобы иконочки мои автоматически запускались при старте компьютера. Вот практически все настройки по коночкам. Значит, ну, я тут вам рассказал. Значит, вот особенности терминала в Debiani, что надо набирать супер пользователь SU Enter, заводить свой пароль Enter и потом заводить вот эти вот команды. Ну, а теперь давайте займемся настройками или вернее установкой SystemBuck'а. SystemBuck будем вставить одну из самых последних версий, которую, значит, взялся делать итальянец Франко Каниди под ником Эдмонд, потому что в прошлом году в апреле разработчик программы Кендек, он перестал поддерживать эту программу. Программа полюбилась очень многим и вот нашелся такой человек энтузиаст этого дела, энтузиаст этой программы и он разработал новую версию. Значит, вот так вот она устанавливается. То есть, открываете терминал, применительно, значит, DBA, ну, у меня ценамон, рабочий стол. Значит, я завожу опять-таки суперпользователь SU, ставлю там единичку. Ну, теперь давайте попробуем поставить... Ага, для этого надо скачать файлик загрузки. Значит, мы скачаем файлик из моей кладовочки SYSTEMBUG. Вот здесь я ищу вот SYSTEMBUG. И файлик я качаю вот не 1.8.402, а уже самый новый от Canedi. Вот, открываем эту папочку. И вот этот файлик сархивирован TAR.XZ. Вот, я его скачиваю. Файлик очень небольшой по размерам, там порядка 12.5 мегабайта, качается очень быстро. Вот, практически он уже и скачался. Всё, теперь давайте посмотрим, куда он у нас скачался. Значит, объясню, в чём дело. Иногда у пользователей бывает папка загрузок на русском языке название, а иногда бывает на английском. вот у меня в данном случае на русском. Поэтому, значит, вот эта вот запись, она подходит. CD, загрузка и так далее. Если у вас на английском, то у вас должно стоять CD Downloads. так что вот здесь будьте внимательны. Ну что, мы переносим сюда, нажимаем Enter, смотрим дальше, что у нас тут, вторая команда, её сюда переносим, Enter нажимаем, переносим третью команду, и финальная четвёртая команда, вот сюда я её переношу, собственно говоря, установка. спрашивает, какой у вас тут вариант, Debian, Ubuntu или Ubuntu. У меня вариант Debian, поэтому я ставлю единичку. Пошла распаковка и установка программы. Ну, и пока там всё это дело делается, я ещё у себя с крока скачаю пылесосик. Итак, ну, давайте проверим, ладно. вот SystemBug. Я пока вот просто его так вот прикрепляю, ввожу пароль, если оставить всё на русском языке, то менюшка будет с карказябрами, поэтому я сразу бегу настройки, меняю язык на английский, и вот эти вот две галочки отмечаю, вот это и вот это. Это максимальная степень сжатия. Вот теперь у меня, в принципе, SystemBug к работе готов. надо надо только завести пароль, но он уже будет на английском. Для тех же, у кого, кому хочется видеть SystemBug и вот все эти надписи на русском языке, можете, как говорится, поизгиляться, тут вот информация подробно дана, потому что поначалу будете ставить, менюшка будет вот так вот. Поэтому тут придется потанцевать с губном. Андрей Овчаров сделал хороший файлик для русификации внутренней, но меню загрузки все равно у вас будет на английском языке. Ну, смотрите сами. Итак, теперь можно будет заняться, значит, созданием первой копии. Запускаем SystemBug. Ну, я еще раз пробегу, проверясь настройки. Вот у меня две галочки стоят, все нормально. Теперь я перехожу на создание живого ISO-образа, который можно будет на флешку записать. И нажимаю здесь, вот на эту кнопочку создать. И началось создание. Вот отмечаем в 20.07. Пока там все это дело делается, я потом запишу это дело еще и блокнотик. А пока прервемся. Итак, программа закончила работу. Посмотрим, что у нас тут имеется в двух форматах. так. Ну, 24 минуты отнять 7. Ну, считайте сами где-то порядка там 17 минут создавал свой образ. Ладно. Не столь уж это важно. вот можно посмотреть. Подняться наверх. Вот образ созданной программой 2,4 гигабайта. Ну, это мало. Этот образ нужно будет еще проверить на виртуальной коробочке. Создадим для нее ну, назовем тестовую тест Linux. А дальше будем так вот потихонечку ее настраивать. Тупо соглашаюсь со всеми предложенными вариантами. И вот здесь только чуть-чуть поднастроим. Вот у меня 4 процессора, но 2 процессора на это дело я выделяю. полную мощность я никогда не отдаю на 80%, но и дисплей где-то вот тоже на пределах максимального. А дальше вот сюда нужно будет подключить изообраз. Значит, ну что, ну давайте посмотрим. Вот папочка Home. вот этот изообраз. Откроем его. Ну и запустим. Менюшка на английском языке, ну она, скажем так, ясная и понятная. Обычно первая строка запуск системы. здесь немножко ждем. Вот появляется окошечко, в которое нужно будет завести имя пользователя, пароль и зайти. ну в принципе я могу так сказать, что уж если загрузка, так сказать, вот таким образом проходит, то рано или поздно, значит, этот файлик, он у нас в виртуальную коробочку загрузится. Все зависит просто от мощности компьютера, от его характеристик. У кого-то это происходит за несколько секунд, у кого-то там за несколько минут. Ну вот видите, образ загрузился. А это говорит о том, что если образ загрузился в виртуальную коробочку, то он, во-первых, правильно создан и может быть записан на флешку. и поэтому все крики и вопли, а вот я скачал, допустим, сборку, а она у меня там не грузится, ну, грешите на свою флешку или на то, что у вас в биосе неправильно что-то там настроено и у вас флешка не стартует. Вот и все. Это две самые частые причины, по которым образ записанный на флешку не хочет, скажем так, загружаться при старте компьютера. А так, в основном, если уж, как говорится, вот мы его, этот образ создали, проверили, его дальше можно записывать на флешку и работать на флешке как с полноценной операционной системой или же значит записать на любой раздел жесткого диска на любом компьютере. Итак, относительно значит программы SystemBug самые последние версии значит я вам тоже тут все это дело рассказал, показал ну и займемся значит вот LibreOffice значит на многих сборках Linux LibreOffice частенько приходится переставлять почему? Потому что очень быстро они выпускают новые версии и разработчики не всегда успевают вот смотрите ну вот допустим я беру LibreOffice пятая версия а сейчас уже идет шесть там что-то там один точка два там точка что-то такое для меня даже дальше уже смотреть не нужно все ясно и понятно что значит офис нужно будет просто-напросто переставлять вот и все видно что там пятая версия с копейками значит как это дело делается в начале значит опять-таки с файлика моего вишенка есть у меня LibreOffice в установке программы находится вот копируете вот эту вот фразу выделяете но опять-таки применительно к Debian значит здесь всегда нужно делать вот такие вот вещи смотрите значит надо завести SuperUser завести пароль и вот только после этого взять вот эту фразочку согласиться Enter это полностью чтобы она все это дело удалила весь LibreOffice и потом дальше сделаем еще полную очистку еще вот этой командой вот я ее заранее выделяю что удаление идет нормально и теперь значит вот вводим программы для скажем так дальнейшей очистки то есть полностью удаляем старый офис вот вот уже менюшки по идее еще пока есть ну еще пока есть ладно удалит все посмотрим ну вроде бы все а тут что у нас ну тут тоже уже ничего от офиса не осталось вот таким вот образом итак займемся установкой LibreOffice но для этого сделаем вот такую манипуляцию зайдем вот сюда в группу пользователей ну вот у меня он даже выскочил без пароля обычно всегда с паролем бывает ну посмотрите что нужно сделать вот здесь вот значит я то уже поставил вам надо будет поставить галочку сюда раз user и users вот нажать на ok перезагрузиться и вот после этого можно будет приступать к установке пакетов вот сейчас я это дело еще раз покажу возьму-ка я вот удалю все это дело вот смотрите сейчас я расширю немножечко вот ставят в таком порядке ставится офис ставится языковый пакет и ставится халпак каким образом вот этот файлик папочку debian значит мы копируем и вставляем вот сюда вот она дальше идем вишенку и вишенки набираем вот эту вот выделяем эту команду и вставляем ее в терминал поскольку вы перезагрузились но теперь как пользователь вы можете уже будете обладать правами выполнять команду суда значит вот сделали теперь значит вторая часть вот заводим пароль и пошла установка свежей версии офиса ну естественно перед этим значит вот вам нужно будет выполнить команды первое значит на если вы не удаляли офис удалить офис и вот это вот одним махом почистить там все за собой а потом значит после этого перезагрузить уже установить офис вот этими командами но вот назначить права суда для пользователя отметить галочками юзера и юзерс это нужно сделать и не забудьте обязательно перезагрузиться перезагрузились проверили галочка все отмечено вот тогда можно приступать к переустановке офиса вот у дебяны есть такая вот особенность а дальше уже идет проще значит во первых вишенку я уже могу да даже могу закрыть вот смотрите установили убираем эту папочку все равно она здесь у нас сидит внутри второй ставится языковый пакет вот файлик берем копируем вставляем сюда теперь делаем вот такой вот финтушами вот мы здесь вот enter 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 и ставится этот файлик он очень маленький идем в загрузке выбираем этот файлик и последний файлик ставим мы значит файлик халпак и переносим его вот сюда файлик то же самое enter 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 все и у вас офис установлен да и теперь для многих команд терминали от имени юзера можете выполнять как администратор значит ну а что проверяем собственно говоря вот офис ну давайте посмотрим вот справочка вот проверить обновление вот LibreOffice 6.1 последней версии все как говорится нормально и все путем то есть ну есть у тебя скажем так свои заковыки вот ну тут уж никуда не денешься ну и профайлик чтобы подцепить сеть потому что на некоторых он не цепляется я уже говорил что нужно значит идти вот сюда в папочку открывать ее как рут ищем значит здесь менеджер пакетов менеджер нетворк менеджер вот открываем вот здесь ах ты а может быть даже и к лучшему вот смотрите вот обычно когда сеть не цепляется вот этой фразы этой строки нет ее нужно или вручную дописать или же можно значит вот этот файлик у меня скопировать и вставить вот по этому же адресу файлик вот он все то же самое в нем все прописано как полагается вот единственное значит называется он вот network manager .config conf вставить его по этому месту или вставить вот эту строку потому что очень часто бывает что вот ну все вот дебян поставился все нормально а не подсоединиться к сети вот хоть ты тресни поэтому при помощи вот такой команды значит все это дело и делается и так значит мы сегодня рассмотрели установку настройки наиболее таких программ которые вызывают затруднения это конки менеджер раз систем баг значит LibreOffice научились как присвоить права суда значит обычному пользователю подкличкой которого вы находитесь чтобы вы могли работать как администратор ну и подсоединение значит вот к сети вот эти вот нюансы что вот порой бывает из-за несчастной такой вот скажем строки и уже ничего не получается вот поэтому значит я вам рекомендую вот эти вот нюансы при настройке дебяна учитывать ну тогда все будет как говорится происходить нормально в основном здесь программа ставится через пакет синаптик и через дебяновские файлики которые вы можете там найти по сети и скачать вот таким образом на этом я значит желаю вам всего самого доброго всяческих успехов и до новых встреч скачать 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 Продолжение следует...